Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Самара такого еще не видела в МТЛ-арене. В конце сентября пройдут открытые областные соревнования под дзюдо Кубок Митрополита Самарского и Сызранского. За приз поборются юноши, кому нет и 15 лет. Соревнования будут приурочены к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского. Именно он первый из России начал пропагандировать дзюдо. А его ученик Василий Ощепков в 1914-м открыл во Владивостоке первую секцию этого единоборства. Все о Кубке Митрополита Мастеру Спорта расскажет Александр Иванов, спортивный директор областной федерации дзюдо и протеерей Иоанн Мохов. Здравствуйте! Здравствуйте! Для Кубка Митрополита вот что нам нужно? Нужно татами и кимоно. Для, допустим, других видов спорта нужно снаряжение, причем даже очень серьезное, профессиональное. А здесь горячее сердце и желание, которое может реализоваться. И вот мы надеемся, что с поддержки непосредственно нашего митрополита и, скажем, после вот этого замечательного события, которое называется Кубок Митрополита, может быть, вновь, да, так сказать, как бы мы обратим взгляд на те виды спорта, которые могли бы сегодня использовать для того, чтобы молодежь привлечь к физическому развитию, а через это к духовному. Потому что, на мой взгляд, сегодня молодежь, она застряла в виртуальном мире, так сказать, ее мир, он такой вот в планшете, в мониторе, с улиц, может быть, детей забрали. Сегодня, может быть, нет такого жестокого натиска. Загнали в телефоны, да? Да, но с одной иглы, так сказать, человека сняли, но посадили на другую. Вот человека вообще в данном случае надо освободить от зависимости, дать возможность ему развиваться гармонично и правильно. И мы надеемся, что дзюдо в этом нам будет большим подспорьем. Вот формат соревнований, он как-то изменится с учетом того, что, так скажем, турнир специфический, да, вместо гимна, не знаю, какой-то молебен будет или что? Как все будет происходить? Да нет, но соревнования будут проходить по правилам дзюдо. То есть тут правила же никто не отменял, да, и если там даже присутствуют у нас люди из церкви, это же ничего не меняет. Это наоборот, может быть, какое-то, у ребят вызовет какое-то недоумение, может быть, какой-то интерес, но, по крайней мере, мы привлечем их внимание. А правила дзюдо, они не меняются никак. А вообще вот много будет участвовать спортсменов из выцерковленных семей или здесь какой-то отбор будет по православной вере или нет? Нет, никакого отбора не будет. В принципе, все желающие могут, кто хочет поучаствовать, могут заявиться и принять участие. Главное, чтобы они понимали, что такое дзюдо, чтобы они не получили травму в момент проведения соревнований. Вот это самое главное. А если они занимаются дзюдо, то они будут участвовать в соревнованиях. Ну вот про секцию дзюдо, вот в православных школах, там, как вообще ведется работа, вот именно о чем мы начали говорить, если в России дзюдо началось с благословения, сейчас как это происходит? Ну, могу сказать непосредственно за город Самару. У нас есть самый большой детский духовно-просветительский центр, называется Кириллица, находится на Барбошиной поляне при храме святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян. А непосредственно в этом духовном центре наши дети, ну, дети города Самары, причем тоже, опять же, такой нюанс, мы не смотрим на то, воцерковлено очень или не очень. Вот. Родители приводят детей и выбирают там, соответственно, в сетке кружковых каких-то, соответственно, занятий, так сказать, то, что им по душе. У нас есть непосредственно секция по занятию дзюдо. У нас там есть и другие виды спорта, но дзюдо у нас присутствует. Популярно? На мой взгляд, вообще для мальчишек особенно, любой вид единоборств популярен. Особенно, скажем, в какой момент, когда он действительно себя чувствует благодаря тому, что он получает знания какие-то уверенным в себе. Не смысл в том, что я могу разрушать, а в смысле то, что я могу постоять за себе. Сегодня не хватает некой мужественности, если на то пошло. Это проблема, скажем, вообще в целом нашего сегодня народа, потому что здесь отталкиваемся от семьи, так сказать. Отца часто видят, у тебя дети дома нет, он где-то на работе. Есть, к сожалению, так скажем, неполные семьи. Там вообще мальчишка не видит, что такое мужчина в доме, потому что там одна мама воспитывает. Вот. Опять же, так сказать, мужественность, она, так сказать, где присутствует? Вот. Ну, армия долгое время, к сожалению, в России была дискредитирована. Многие сейчас пытаются, извините за выражение такое, отмазаться от того, чтобы служить в армии. Хотя мы понимаем, что мужчина должен пройти какое-то служение, действительно, чтобы быть полезным обществом. И поэтому дзюдану популярны, естественно. Вот. Это нужно, это здорово. Потому что мальчишка приходит, так сказать, в эту кириллицу, да, так сказать, он проходит сквозь, мимо храма, то есть сквозь территорию храма, он перекрестился, благословился, пошел на занятие. Выходит из кириллицы, и перед ним вновь храм, купола. И он понимает, что вот то, что он делает, Богом благословлено, и дает ему самое главное, дальнейший потенциал для дальнейшего развития, уже вхождения в новую взрослую жизнь. — Александр, как вы вообще смотрите на спортсменов? Вот есть разница между, ну вот если вы знаете, что у вас спортсмен православный, или там другой веры, или вообще атеист, вот разница между спортсменами какая-то существует? — Ну, я не проводил таких вот контрольных каких-то замеров, да, но дети, для меня дети, они все дети, дети, которые приходят заниматься, и никакой нет разницы, да, какой он веры, да, или вообще он не верит. Он пришел заниматься дзюдо, и очень много там канонов дзюдо, которые, в принципе, тоже пришли, опять же, многие из них пришли, например, от того же Ощепкова, который воспитывался у Николая Японского, то есть уважение к старшим, да, это скромность, уметь слушать, да, помогать близким, то есть это как бы основные вот эти вот аспекты, и дзюдо, они тоже работают, и в первую очередь дети должны быть, естественно, такими. — Кто будет вручать главный приз? Митрополит? — Ну, мы надеемся на то, что раз уж кубок митрополита, главный приз будет вручать митрополит Самарский, Сызранский, Сергий. — Вот вы, как исполнитель директора федерации, как считаете, для спортсменов это, что будет означать, что сам митрополит вручает кубок? — Ну, вы знаете, Даша, я не могу представить, что это будет для ребенка, что это будет, наверное, наверное, будет это очень круто. — На всю жизнь? — Ну, скорее, да, потому что это в памяти останется на всю жизнь, и не только у ребенка, да, и у его друзей, и у его родителей, то есть, а если мы этот турнир сделаем ежегодный, а может быть и даже и открытый всероссийский, то будет вообще очень здорово. — Вы как к этой идее относитесь? — Сугубо положительно, я очень был бы рад, чтобы такие мероприятия нашли отклик и в других регионах нашего государства, чтобы, скажем, мы поддержали пример Москвы, да, так сказать, Самара, ну, первый по большому счету, так сказать, регион, где такое будет происходить, масштабное соревнование спортивное. — Может быть, другие тоже, соответственно, там, субъекты, там, ну, не только ПФО, а вообще по России, так сказать, слушайте, ну, это здорово, замечательно, давайте попробуем. — Может быть, кто-то выйдет на, так сказать, виды спорта, которые являются нашими национальными, кто-то выйдет на виды спорта, скажем, которые пришли сюда, имеют свою какую-то историю. — Это очень здорово, на мой взгляд. И вот когда вы задали вопрос, да, как спортсмены вообще православные отличаются от неправославных, я бы хотел бы отметить такой очень важный момент, что многие сегодня спортсмены, вот, перед тем, как, скажем, ехать на соревнования, да, они сначала идут получить благословение, духовные поддержки, ищут в храме. — Взять, допустим, значит, спортивные игры в Сочи в 2014 году, вот эта Олимпиада зимняя, ведь среди объектов, построенных под непосредственно эти виды спорта, там, зимние виды спорта, был построен храм, вот, и причем так он не был, скажем, как некий такой антураж, вот, в России, ну, давайте храм поставим, будут иностранцы полежать, фотографируются, селфи, там, все здорово. — Спортсмены наши ходили туда молиться, да, был молебен, сам Патриархова возглавлял, получили благословение, в течение всего этого времени многие спортсмены приходили, причем спортсмены из других стран, кто, кто является там православным, или даже просто христиан, приходили в храм помолиться, духовной поддержкой для себя, чтобы, ведь спортсмен кто такой? — По словам святейшего Патриарха Кирилла, спортсмен — это не тот, кто лучше умеет, или тот, кто сильнее, или физически, он по-другому родился, развит, тем более, тот, кто духовно жестче, тверже, кто может дойти до конца, потому что спорт иногда — это боль, спорт иногда — такие нагрузки, что хочется все бросить отойти, а ты духовно должен быть сильным, чтобы победить, чтобы дойти до конца, до финала. — И вот отсюда отталкиваясь, да, так сказать, наши спортсмены сегодня улетели, ну, летние виды спорта в Бразилию, они пришли, помолились и попросили, чтобы духовник с ними полетел, а с ними полетел священник, который за них молился, их духовно там окормлял. Это же, с одной стороны, не видно, понятно, в советский период совершенно другая была ситуация, но здесь священник поддерживает, вот, ну, и я думаю, что здесь очень важно, что и в дальнейшем так будет. Некоторые наши спортсмены в прошлом, там, дзюдоисты, очень известные, да, Федора Емельяненко, он не скрывает свои религиозные принадлежности, он говорит, я православный, носят крест, да, понимаете, перед единоборствами крест снимают. Ну, так запрещено в данном случае по правилам, чтобы это не мешало. Ну, вот, многие наши спортсмены. Выходит на лед, там, фигуристы перекрестились с Богом, там, пошли там дзюдоисты какие-то заниматься, перекрестились, Господи, благослови с Богом, пошли. Это показатель, на самом деле, того, что человек меняется. Человек не просто меняется, он внутри преображается, он растет, это здорово. Это было православное дзюдо на телеканале Самара Гиз в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках в Горде С. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова